В Донецке пустеют прилавки, скудеет ассортимент и дорожают продукты. Подобные тенденции заметны и в других населенных пунктах, не подконтрольных украинской власти. Уже вторую неделю грузовики с продуктами для магазинов и супермаркетов Донбасса не пропускают на блокпостах. Подробнее Юлия Меншакирова. В очереди за гуманитарной помощью около 300 жителей Макеевки. На этом пункте продуктовые наборы Рината Ахметова весом в 15 килограммов люди получают ежемесячно. Мария пришла за детским питанием, ведь магазины в квартале, где она проживает, опустили. Нету вообще ничего. Поставок нету и ничего не приезжает. Пенсионеры говорят, продукты есть в супермаркетах, однако не все и не дешевые. В основном масла не было в последнее время, что не завозили. Есть в магазине все, но очень дорого, так как я не получаю пенсию, так я вообще в магазин не хожу. Магазины и маркеты пока пополняют прилавки с завезенными ранее продуктами со складов. Запасы быстро тают, а новых поставок нет. Вторую неделю подряд машины торговых сетей, которые доставляют провиант на территории неподконтрольной Украины, не пропускают на блокпостах. Отказывают, ссылаясь на дополнительные документы. Но как их получить, не объясняют. Ни представители антитеррористического центра, ни представители государственной фискальной службы Украины не могут нам объяснить процедуру получения такого специального разрешительного документа. Поэтому вопрос пока что повис в воздухе. У нас есть складские остатки в Донецке на нашей распределительной базе. И пока мы используем эти запасы. Но они заканчиваются. Дончане говорят, за последнюю неделю цены на продукты выросли почти на 10%. Сокращается и ассортимент. Пенсионеры и малообеспеченные выживают благодаря гуманитарной помощи. Пенсии мы не получаем. Живем на съемной квартире. Поселок наш разбомбили. И вот так живем. Без этой помощи нам просто не выжить. Там, где наш поселок, там мазины вообще не работают. А там, где мы сейчас находимся, мясной продукции вообще нет. Снять продовольственную блокаду призывают международные украинские благотворительные организации. Ведь дальнейшее препятствование приведет к ухудшению гуманитарной ситуации на Донбассе. Юлия Меншакирова, Данила Киреев. События Каналу.